Немногим не надо предвидеть ситуацию. Ну так случилось, что мне повезло. Наверное, потому что я знаю, что есть Господь Бог. Не вижу его деяния. Если вы этого не видите, то рано или поздно предстанете перед судом, там все поймет. Что мне дано предвидеть? Ну, в принципе, это вещь очевидная для того, кто работает еще и 15 лет на телевидении. Так вот, великая депрессия будет, она уже начинается. Ситуация развивается по точно такому же сценарию, как в Соединенных Штатах Америки, практически 80 лет назад. То есть, понятно, коллапс производства, порожденный перепроизводством, банковская сфера. И что нам предстоит сделать, чтобы жить достойно? Есть два варианта. Увеличивать доходы или оптимизировать расходы. Увеличить доходы вам не удастся. Тут уж никуда не деться. Давайте оптимизировать расходы. Потому что вокруг вас находятся демоны, коммерсанты. Я участвовал в коммерции с 1986 года. То есть, с момента зарождения той еще подпольной коммерции я в ней. То есть, все то, что было известно, и не совсем законно, все это мне также известно. И мало того, ну, некоторый опыт общения был. Так что в коммерции я немножко подольше. В телевидении с 1995 года. С 1995 года я научился делать рекламные ролики и был, наверное, первым. И похожал единственным, кто сейчас еще устоял на ногах. Кто не уехал. Научившись делать многое. Но самое интересное открыло для меня чуть позже. Буквально вот в этом году. Дело в том, что когда я хлопнул 2008, я, предвидя ситуацию, пошел по банкам. Сказал, что, ну, с кредитами надо разбираться. Давайте по взаимозачету. Никто не пошел на встречу. Естественно, я тогда начал как-то так придумывать. 2009 год. И 2010, да и, пожалуй, 2011 год. Мне пришлось вытирать сопли, слюни и пузыри у коммерсантов. Типа, ничего, прорвемся, будет все нормально. Но 2011 год. Время, когда я делаю ремонт. Время, когда все рассыпается, рушится. Ну, так оно и бывает, когда ремонт, рождение сына и все остальное. Я понял, что коммерсанты, твари эти, магнитогорские, они в 90% случаях накручивают на вас. То есть, сколько они накручивают? Вот давайте вместе разберемся. Вам стало интересно? Ну, так вот, я вам скажу. Что тот, кто занимается строительными материалами, это 200-300%. Тот, кто занимается запчастями, это 300%. Ну, это 200, если самое честно, попадется. Вот. А электронику вообще можно не покупать. То есть, я вам предлагаю снизить расходы. В три раза. И тогда можно спокойно жить, как я делаю сейчас. То есть, вкусно питаюсь, заказываю через интернет. Но вы этого делать не умеете. Тогда мы предлагаем вам пообщаться вместе. Денег больших я за это не возьму. Вот сейчас я вам покажу телефончик. И вот до окончания этого сюжета он будет в эфире торчать. Это мой личный телефон. Мы с вами созвонимся. И за то, что я вам приоткрою глаза, я возьму 100 рублей. Мы просто пообщаемся. Это будет ровно 10 минут. Ничего сложного нет. Позвонили, приехали. Ну, или вот сюда подъехали. И меня вызвонили. Через 10-20 минут я подъехал. То есть, на химчистку подъехали. Вот, если же вы хотите что-то купить через интернет, в 2-3 раза дешевле, и подождать при этом 3-4 недели, буквально все. От игрушек до запчастей, может быть, даже продуктов питания, вся электроника в том числе, я вам помогу. Объясню, как это сделает, проведу. Возьму за это всего 1000 рублей. Очень скоро мы здесь также откроем и туристическую фирму. И тогда, зная то, сколько я знаю, то есть, представляете, 20 раз за рубежом, если не больше, я уж не помню, сколько раз было. Мало того, если вы все-таки плюнули и хотите уехать, ну, скатерина, дорожка, ну, а на Пассажок я вам объясню, где задешево и как грамотно купить недвижимость. Вот этим я тоже за рубежом занимаюсь, а не только на All-Inclusive печень сожжу. Кстати, если пить грамотно на All-Inclusive, ничего и не посадишь. Вот, и самое интересное. Дело в том, что у меня ушел мой друг из жизни. Я столкнулся с проблемами российской медицины уже вплотную. И педиафтрии в том числе. Я сейчас не буду говорить то, что я хотел бы сделать с теми, кто лечил моего сына, но они постарались и вылечили. А представляете, в моих силах, что из них сделать. Поэтому, прежде чем вам в больницу попадет Черейкин Алексей, подумайте, чей это сын. Ну, так вот. То есть, оказалось, что за рубежом можно лечиться не только в 3 раза дешевле, но и в 10 раз дешевле. Мало того, если у вас внезапно почки отказали, это не повод сразу рыть могилу. Хотя вам и это сделать здесь посоветую. Мы вам организуем лечение, грамотное лечение. Опять же, мы не имеем лицензии на организацию лечения. Мы просто познакомим вас, вас там примут, и все будет у вас супер. Да, ну и самая последняя и самая большая проблема, которую нам удалось решить. Мы тоже путешествовали, и вот возник вопрос, а когда же? То есть, вот у нас есть ребенок. Понятно? Так что звоните, денег я с вас не возьму. Пожалуй, потому что я, наверное, единственный, последний честный телевизор города Магнитогорска. Магнитогорска.